Витаю вас, мои любви, хлопцы и девчатка. Витаю тебе, моя Ритна, Ненька, Украина. Но сегодня, матрёшки, вы будете слушать то, что я вам буду рассказывать. Сегодняшний мой рассказ. Матрёшки-щурыфи. Для вас. Начнём с 21 сентября, когда ваш щур бункерный объявил частичную мобилизацию. В своём выступлении он сказал, мы не будем, подчёркиваю, мы не будем привлекать вновь пришедших людей, то есть 300 тысяч он планирует мобилизовать, так мы их не будем привлекать, так сказать, не будем привлекать к военной операции. И напрашивается у меня вопрос, матрёшки, а зачем в таком случае это было сделано? Зачем мобилизировать 300 тысяч? Вот вы, матрёшки, всё время говорите, мы братья, мы люди одной крови, мы связаны все вот так вот, мы славяне. Да какие же мы братья, и какие же мы славяне. Когда 24 февраля, 24 лютого, ваш бункерный объявил войну, Возле наших военкоматов стояли очереди по три дня. Наши мальчики и девочки записывались для того, чтобы идти воевать с вами, братья. С вами, братья. И возьмите сегодняшнюю ситуацию. 21 сентября бункерный объявляет мобилизацию. И что? У вас там ор, ор. Жгут ваши военкоматы. Пух! И нету. Военкоматы жгут. Убегают. В интернете ходит пособие, как избежать мобилизации, как отрезать себе пальцы. Как прострелить себе ногу и тому подобное. Ух, те, у кого есть гроши, те через военкомат покупают себе отстрочки. Призывной возраст Путлер объявил от восемнадцати до шестидесяти. И берут всех подряд. В барах, в кафе, в магазинах, на дискотеках, в кинотеатрах. Просто наглым образом хватают в автозеки, тянут военкоматы, вручают повестки и отправляют, отправляют. Как скотов, понимаете? Как скотов. Отправляют людей, которые не хотят воевать, потому что они уже поняли. И вы, матрешки. Значит, я не зря вам говорила, матрешки. Держите у подвала от своих щурьев. Привязуйте цепамы. Пребывайте цепамы. Или же дайте ему веревку, кусок мыла, и нехай он вздернется. Злая я, да? Жестокая я. А это то же самое, что сейчас его возьмут. Не обученного, не обтесанного сосунка. Или деда, которому пятьдесят пять лет. Который еще в советское время служил в армии. Спал, был там старшиной. И руководил, как вновь прибывшим сандатам, парашу чистить. Или его возьмут. И тогда что? Если ты ему дашь веревку и кусок мыла, ты хотя бы похоронишь его, и будешь знать, где он похоронен. Ты придешь и будешь рыдать там. А когда ты его отправишь по призыву, на военную операцию в Украину, то ты в лучшем случае получишь мешок, матрешка. А может и того не получишь. Понятно тебе? Так что правильно вы делаете. Правильно вы делаете. Но только время потеряно, матрешки. Вы потеряли до хрена времени. Вы двадцать лет, двадцать лет кормили монстра, десятиглавого монстра, метр двадцать ростом. Вы поклонялись ему, поклонялись, поклонялись. Вы жили в нищете, без света, без газа, без воды. Это я говорю о тех территориях, откуда сейчас идут призывы. Призывы не идут с Москвы, с Питера. Не идут, нет. Ингушей призывают. Даже, даже Кадырка, Дон-Дон, отказался, чтоб в Чечне был призыв. Отказался. Чеченец хитрый. А ингуши? Терветулло. Добро пожаловать. Велком. Идите. Нехай вас там убивают. Удмуртия. И все вот эти северные народы. И уже не говорится о выплатах. И уже не говорится о том, если придет груз 200 или груз 300. Ну, вы знаете, что такое груз 200, а груз 300, это когда без ноги, без руки и без ничего. Уже не говорится, что будут какие-то даваться выплаты. Ничего не будет даваться, потому что это мобилизация, частичная, заметьте, в рамках проекта Российской Федерации. Вот так, матрешки. Вы помните, матрешки, вы сколько лет? 30 лет писали доктору Комаровскому, да? Хороший доктор. На советах этого доктора выросли ваши сопливые мальчики. Сопливые, потому что тогда они 30 лет были сопливыми. Вы писали и спрашивали, дорогой доктор, у моего мальчика сопельки, у моего мальчика режутся зубоньки, у моего мальчика яичка не опускается. Так я вам скажу. У вашего мальчика доси, до сих пор яички не опустилися, потому что их у них нету. Вот наши мальчики, мальчики с остальными яичками, с остальными, в том числе и наш президент. А вы кто? Фу-фло. А вы просто фу-фло. Вот и все. Что можно сказать? Вот скажите, что можно сказать в этой ситуации? Вы теперь заголосили. Вы теперь застрадали. Почему так происходит? А где ваши страдания были 24 февраля, когда ваш щур полез на нашу неньку Украину? Где вы тогда были, матрешки, мамашки? Вы ждали от тех выплат? Не куплю белую ладу, так куплю хоть белую кобылу за те гроши, шо по утере кормильца придут, да? От вам. Теперь не буде вам ни лады, ни кобылы. Один черный мешок. Так шо правильно, матрешки. Правильно мыслите. Мне тут одна тоже написала матрешка. Я своего мужа не отпущу. От правильно. Правильно. Приветствую. Молодцы. Молодцы. Делайте так, шоб ваши вот эти вот безяичные хлопцы сидели дома. Хайвин лучше в подвале сопьется. Вот. Но вин сопьется дома. Ща же зима. Я ж видела, как вооружают, как одевают. В резиновых сапогах зима на носу. Резиновые сапоги. Броников нету. Касок нету. Это армия номер два в мире, да? Металлолом послевоенный, танки и все подобное. Ракеты, которые взлетают и падают на вашу территорию. Это армия? Это вы кого хотите защищать? Вот скажите мне. Вот вы кого хотите защищать или кого вы хотите освобождать? Вы нас приходили освобождать с 24 февраля. От кого? От нас самих? Вы ебашите в Харьков. Самый русский говорящий город. Теперь вы принялись за мой город Запорожье. Вы ебашите ночами по 10, по 20 ракет. А у нас весь город русскоговорящий. Вы оккупировали Херсон. Вы думаете, вы сейчас проведете там эти свои быстренько референдумы и присоедините к себе. Вот вам, матрешки, щурыки, ни хрена у вас не выйдет. Ни хрена. И даже если вы подделаете документы, а вы их все подделаете, по окончанию войны, после нашей победы, вы, матрешки, уйдете на свои территории. И Крым наш, и Донецк, и Луганск, и Херсон. Это наш. Запомните. Це було, єсть і буде вільна ненька Украина. Вот це то, що я вам хотела рассказати. Отака хуйня, малята. Отака. Так, що, матрешки, думайте, вам мозги даны не для того, щоб ви... Да, а для того, щоб ви думали. Думали. В данной ситуации вы должны думать, как спасать ваших щурив. вот это вот. Так що, пожалуйста, пишите мене методы спасення, іначе вы ж знаєте исход один. Исход один. Ми не дадим ни капельки своей земли вам. Ни капельки. За нами весь мир. Весь. Буквально. Смотрела выступление Байдена, который сказал, усилим поставки. У-си-лим. А ты, щур, бункерный, засунь свою боеголовку собі в жопу. Вот так. ты шо, твоі, твої, ближайші, окружінь. бункері. Вот такие дела. На этом до побачення, мои реднесенькие хлопцы и девчатка. Тремайтесь, мои мыли. 215 человек пришли с плена. Азовцев. Ну, еще много остается. И мы боремся через Красный Крест, через Содружество стран, чтобы все наши люди вернулись с плена. А вам, матрешки, еще раз от меня совет. Держите под юбкой в подвале, пускай в этот период не шляется ниде, пускай сидит дома жре и пье, щички и водовку. Вот так. Вот если постучить военком у двери, скажешь, заходи, от, бачишь, він, який пьяный, як свиня. Месяц уже не протрезвяется. Який из него солдат? Вот так. Так что уж постарайтесь, не для меня, матрешки, не для неньки Украины. Постарайтесь, матрешки, для себя, чтоб потом себя всю оставшуюся жизнь не корить и слезы не лить. Бувайте здорови, тримайся, ненько, все буде Украина. И вам, матрешки, прислушивайтесь. Я вам дело говорю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова